Девушки отдыхают Вверх, вниз еще летом Кому бы помочь? Ангел превратился в котенка Настя Петенина в инклюзивном театре полгода Но, как говорит ее мама по совместительству и режиссер постановок За это время дочка успела многому научиться Девочка-подросток наконец смело смотрит в глаза сверстникам Не робеет, чтобы завести разговор Конечно, нужна помощь, но это все равно большой шаг Она стала открытой, более раскрепощенной Она может там поговорить, спросить то, что ей хочется А раньше она может как-то стеснялась Настя все время говорит Мама, посмотри, у меня глаза горят Еще у девочки появилось чувство локтя Театр искусство коллективное Ребята вместе рисуют, дружно вырезают персонажей И устраивают мозговой штурм в создании характера Сейчас юные актеры работают над сказкой о медвежонке Который воспринимает этот мир только визуально Потому что не слышит Сюжет окажется понятен всем без исключения А зритель в нем окажется наравне с актерами У меня старшая дочь, она ребенок здоровый Но ходит так, как она сюда И это ей очень помогает в том плане общения Помогает, она стала намного добрее Она стала, научилась видеть то, что дети Они все одинаковые, независимо от каких-то возможностей Все дети абсолютно молодцы, все дети такие умнички Недавно юные актеры побывали в Москве Где выступили в рамках семейного инклюзивного арт-вечера Организованного общественным движением «Право на счастье» Зрители и ребята растрогали до слез Говорит Надежда Босуновская, председатель общественного движения «Право на счастье» Наше общество, оно не всегда готово к тому, чтобы наравне общаться с тем, кто как-то отличается от них Люди не имеют опыта, они не знают, как общаться, как относиться И отсюда возникают барьеры И доказано, что только когда самые разные дети вместе пересекаются На подобных проектах, в школе, в садике, на улице Когда барьеры возвращаются, это меняет мышление Это меняет мышление и уже начинаешь по-другому относиться к жизни, к здоровью Это в самом деле делает детей добрее, милосерднее Театр «Семейное счастье» не единственный проект, где дети не делятся на инвалидов и неинвалидов И совсем скоро ребята смогут заниматься, репетировать, рисовать и изучать дизайн в собственном здании Первом в Красноярске семейном инклюзивном центре С его появлением они станут ближе и, как все мы, обретут право на счастье